Доброе утро всем, кто верит в себя. Сегодня я хочу поговорить о семи причинах, которые мешают людям разбогатеть. Многие предприниматели задают мне вопросы, оставляют комментарии на моем канале на ютубе, посылают мне сообщения на одну и ту же тему. Эван, как мне разбогатеть? Дай мне пошаговое руководство, чего мне следует избегать? Так что сегодня я расскажу вам о семи причинах, которые мешают вам разбогатеть. Первая причина – неправильное мышление. Это очень важно. Верите вы в успех или нет, вы в любом случае получаете то, во что верите. У монеты всегда две стороны, а стакан наполовину пустый и одновременно полон. Вы видите во всем только проблемы или только возможности на успех? Когда кто-то придумывает какой-то новый проект, всегда найдутся люди, которые поверят в успех этого начинания. Например, где найти рынок сбыта и как продвигать этот проект? И в то же время всегда найдутся люди, которые не верят в ваш успех, они видят во всем проблемы и будут вас отговаривать. На самом деле и те, и другие правы по-своему. У любого стартапа есть и негативные стороны, и позитивные. Вы сталкиваетесь и с проблемами, и с удачей. Те, кто видит во всем счастливый шанс, именно те, кому улыбнется удача, кто сможет разбогатеть и в конце концов изменит этот мир. А те, кто во всем видит проблемы, никогда ничего не совершают. Эти пессимисты сидят на диване и ноют, жалуются на все и обвиняют других людей в своих неудачах. А в каком лагере вы? Вы присоединитесь к тем, кто верит, что все возможно. Вы готовы действовать и добиваться успеха? Или вы решили примкнуть к тем, кто всего боится, на все жалуется и обвиняет других людей? Ваше мышление все определяет. Важно понять, что одних слов недостаточно. Мало просто сказать, да, я могу это сделать. Вы должны по-настоящему поверить, что это точно произойдет. Вы действительно считаете, что вы достойны успеха? Вы действительно уверены в том, что станете успешным, богатым человеком? Если нет, вы ничего не добьетесь. Если вы зациклитесь на причинах, которые мешают вам разбогатеть, вы так никогда и не станете богаче. Так что работайте над своим мышлением. Номер два – это неправильное окружение. Под словом «неправильное» я имею в виду не только плохое, но и фактически бедное. Людей с установками мышления бедняков и их привычками и поведением. Посмотрите на людей, которые вас окружают. Подумайте не о том, есть ли у них деньги, а какое у них мышление. У них мышление богатых, обеспеченных людей? Вспомните две группы людей из предыдущего примера. Людей, которые во всем видят положительные и минусы оборачивают в плюсы, и людей, которые только ноют и жалуются. Если вас окружают недовольные нытики, то что же произойдет с вами? Очень сложно генерировать позитив, если вас окружают только негативные люди. И на вас влияют не только эти люди, но и ваши привычки, каждодневная рутина, места, куда вы ходите. Я повесил на стены постеры, которые я вижу каждый день, и они меня вдохновляют. И я хочу мыслить масштабнее. Они заставляют меня стремиться к чему-то большему и расширять свою зону комфорта. Я вспоминаю Алекса, который помог мне в Торонто в Клубе Сальсе. Привет, как дела? Он каждый день утром просматривал 9 самых прикольных фото. Я даже не слышал о таких до этого. На самом деле это шутки, розыгрыши и трюки, и все то, что заставляет вас смеяться. Теперь он читает статьи людей, добившихся успеха. Он сам хочет стать руководителем 8 инструкторов по Сальсе и 40 или 50 наших помощников в нашем клубе. Перестав просматривать шутки и поменяв установки мышления на позицию лидера, он изменил свое окружение, свои перспективы. Это придало ему уверенности в себе, оптимизма, мотивации. А он всего-навсего поменял свое отношение к самому себе. Посмотрите на самого себя, на свои привычки и свою жизнь со стороны. И не надо винить во всем окружающих. Родителей или друзей, перекладывая ответственность на них. Вы собираетесь что-то менять в своей жизни? Ведь очень многое зависит только от вас. Вы скажете, что невозможно контролировать других людей. Отлично. Ищите других. Ходите по мероприятиям, где вы можете встретить людей с вашими целями. Смотрите видео с теми, кто вдохновляет вас. Это позволит вам создать нужный настрой. Читайте книги, которые мотивируют вас. Проанализируйте каждую свою привычку и спросите себя, это привычка бедняка или богача? Эта привычка тормозит меня или мотивирует и помогает двигаться вперед, помогает стать успешнее и богаче? И я имею в виду не только финансовый рост, но и духовный. Ваш рост как личности. Вашу личность формирует ваша постоянная деятельность. Чем вы занимаетесь постоянно? Если человек здоров, он может позволить себе съесть шоколадку. Иногда Марс или Сникерс не повредят. Иногда можно отойти от фитнес-диеты без вреда для здоровья. Но если вы уплетаете шоколадки каждый день на завтрак, обед и ужин, вы можете причинить вред своему здоровью. Если вы откажетесь от вредной привычки всего лишь на один день, а потом вернетесь к неправильному режиму, то ничего не изменится в лучшую сторону. Вам необходимо постоянно придерживаться правильного пути. Так какие же у вас привычки? Что вам нужно изменить, чтобы начать мыслить как успешный человек, стремящийся к процветанию? Номер три — это отсутствие активных действий. Если у вас есть потрясающие идеи, которые ждут, чтобы их воплотили в жизнь, это прекрасно. Но что же происходит в реальности? Вы делаете что-то для реализации своих идей и планов. Или вы просто наблюдаете за другими людьми, которые добиваются успеха и зарабатывают много денег. Вы не можете винить их в своей неудаче. Вы можете винить только самого себя. Если у вас есть идея того, как оставить свой след в этом мире, как сделать вас богаче во всех смыслах этого слова, просто идите и сделайте это. Многие люди так боятся действовать, что все их прекрасные идеи просто умирают вместе с ними. Представляете? У вас есть талант претворить в жизнь вашу идею, стать легендой, примером для подражания своим внукам. А вы просто упустили свою возможность, потому что так и не решили сделать первый шаг. Вы просто побоялись его сделать. Вы не станете богаче, если будете бояться реализовать свои планы. Вам нужно действовать и действовать постоянно. Ваш успех зависит от ваших действий. Постоянных действий. Как вы работаете над исполнением своих планов? Постоянно? Изо дня в день? Или при малейшей неудаче вы все бросаете? Постоянство? Ключевое слово. Вы должны проявить упорство. Упорство в достижении своей цели. Каждый день. Постоянно. Причина номер четыре. Ваше желание делать все самостоятельно. Самые успешные и богатые люди понимают, что другие люди могут оказать неоценимую помощь. Одна из самых больших ошибок, которые я совершил в своей первой компании, то, что я пытался все делать самостоятельно. Кооперироваться с кем-то на постоянной или временной основе. Решать вам. Первый человек, которого я нанял, работал со мной всего один час в день. У меня не было денег платить ему зарплату постоянно. Но я хотя бы мог как-то распределить обязанности и делать то, что мне было интереснее. Но вы всегда можете работать с добровольцами. Друзьями, членами семьи. Когда я только запускал свой YouTube-канал, я договорился со своим другом Марком Дрейгером из Фантомедиа. Он есть в моей книге, у него потрясающий девиз, и он помог мне снять несколько видео, с которых я и начал раскручивать свой канал. Я одалживал камеры у своих друзей и снимал свои видео. Не запирайте себя в своей скорлупе. Не пытайтесь все сделать самостоятельно. Вовлекайте в процесс других людей. Проанализируйте и поймите, в чем ваш главный талант, и отведите на его развитие как можно больше времени. Не тратьте свое время на второстепенную работу. Приобщите к ней других людей. Люди, которые пытаются сами охватить все сферы деятельности, тратят на развитие таланта 2% своего времени. А 98% просто пропадает впустую. Уходят на какие-то второстепенные действия, которые можно было бы поручить кому-то другому. Вы можете сказать, «Ну конечно, если бы у меня было уйма денег, я бы нанял кого-то, и дело в шляпе». И в этом ваша ошибка. Вы уже начинаете мыслить как бедняк. Все совсем наоборот. Вам нужно искать не деньги, чтобы нанять помощников. Вам нужно искать способы вовлечения людей в ваш проект. Вы можете отплатить своим помощникам как-то по-другому. Не деньгами. Им может просто нравится быть с вами, потому что они вас любят и хотят поддержать. Может быть, они просто хотят быть частью вашего грандиозного плана. В нашем танцевальном клубе в Торонто у нас 50 человек-волонтеров, которые просто хотят помочь научить новичков танцевать. Они хотят поделиться с другими своими навыками и умением. Они не получают за свой труд денег. Они хотят принести пользу другим, потому что когда-то кто-то помог им. Так что вам нужно раскрыть границы своего сознания и подумать, кого я могу попросить о помощи и как я могу распределить обязанности. Не взваливайте все на себя. Номер пять. Не моделируйте успех. Я сам поступал неправильно, когда только начинал свой проект. Я думал, что все идеи должны исходить только от меня. Я думал, что все, от самой идеи до пути ее реализации, должны исходить отсюда. Это чуть не развалило весь проект и заставило меня сказать своему партнеру, «Все, я ухожу». Конечно, на следующий день я вернулся, потому что этот проект был очень важен для меня. Меня спасло то, что я понял. Не все должно исходить только от меня. Кто-то уже придумал схему выполнения до меня. В сфере программного обеспечения, в которой я работал, я взял пример с Билла Гейтса. Я продавал программы в сфере биотехнологий. Продукция Гейтса не была связана с биотехнологиями, но я мог использовать его схему за основу и применить в своей работе. Это многое изменило и позволило мне перейти на новый уровень. Так что, с какой бы проблемой вы ни сталкивались, кто-то уже нашел способ ее решения до вас. И не один человек, очень многие. Так что проанализируйте их успех. Подумайте, как они справились с подобными проблемами и используйте их пример в своей деятельности. Это резко повысит ваши шансы на успех и богатство. Во всех смыслах этого слова. И я не имею в виду копировать других. Проявлять творческий подход очень здорово, но не пытайтесь в одиночку придумывать выход из всех трудных ситуаций. Читайте истории успеха других людей, берите с них пример, применяйте в своем деле, и к вам придет успех. Номер шесть. Вопрос о ценности вашей деятельности. Это основа любого бизнеса. В обмен на деньги, которые вы хотите заработать, идет результат вашей деятельности. Ваша значимость в этом мире определяется качеством вашей работы. Ваша продукция или услуги действительно важны для ваших клиентов. Помимо заботы о маркетинге, вы должны обеспечить фактическую ценность вашей деятельности. В нашем танцевальном клубе работает сарафанное радио. Мы предоставляем людям занятия любимыми танцами и прекрасную атмосферу. И это так всем нравится, что наши ученики рассказывают другим людям о нашем клубе и привлекают других клиентов. Возьмем другой пример. Мои видео на ютуб-канале. Они хороши, не так ли? Я получаю отзывы, люди смотрят мои видео, реагируют на них. У меня есть аудитория. У меня уже более миллиона подписчиков. Это прекрасно, и я этого заслуживаю. Но я пока еще не заслужил 2 миллиона подписчиков, потому что мои видео еще недостаточно хороши для этого. Я не пытаюсь убедить вас в ценности своих видео. Возможно, кто-то захочет поделиться этим видео с другими, запостить его в других соцсетях, твиттере, инстаграме. Спасибо, я это очень ценю. Но многие из вас этого не сделают. Многие даже не посмотрят его. Я не обвиняю вас в этом. Я обвиняю себя. Я должен лучше продумывать темы, лучше работать на камеру, должен давать вам более четкие и действенные советы. Мои видео должны быть более результативными. Если в результате просмотра моих видео вы добьетесь успеха, поделитесь ими с друзьями, и моя популярность будет расти быстрее. Мои видео цены тем, что приносят пользу, поэтому-то я здесь и нахожусь. Мой канал не полный отстой, правда? Это отличный канал. Но он всегда может стать лучше. Поэтому вместо того, чтобы обвинять маркетинг, экономику, президента, рейтинги или что-то другое, совершенствуйте себя. Богатые, успешные предприниматели не обвиняют всех вокруг. Они ищут способы стать лучше и берут ответственность во всем на себя. Подумайте, как можно улучшить свою продукцию или услуги, и в результате вы станете богаче и материально, и духовно. Седьмая причина, по которой люди не могут заработать больше, когда они делают деньги самоцелью. Если вы посмотрите на людей, которые добились потрясающего успеха, например, тех, кто изображен на постерах у меня за спиной, кто находится в списке Forbes самых богатых людей во всем мире, то знайте, деньги никогда не были для них целью номер один. Материальное благополучие никогда не было их самоцелью. Да, деньги важны. Даже в благотворительности нужно платить деньги персоналу, чтобы поддерживать эту организацию на плаву. Так что я не призываю вас забыть про деньги. Но деньги не могут быть на первом месте. Только на втором. Вы должны стремиться к чему-то, что гораздо важнее, чем сами деньги. Чем бы вы ни занимались, если вы хотите стать лучшим в своей области, если хотите добиться успеха, если хотите стать для других незаменимым, то знайте, это предполагает очень много работы. У вас будет много неудач, особенно в начале пути. Вы не просто раз и становитесь номером один. Вы много и упорно трудитесь, преодолеваете трудности, справляетесь с неприятностями. Вы работаете над собой больше других. Вы делаете больше видеороликов, чем кто-то другой. Вы развиваете свои навыки больше других. И то, что заставляет вас заниматься всем этим, искренняя страсть к своей деятельности, любовь к своему призванию, и именно это является для вас самым сильным мотиватором. Если им являются деньги, то вы все бросите, когда только столкнетесь с первыми трудностями. Вначале вы поработаете немного, а потом все бросите, потому что деньги не могут мотивировать вас постоянно. Если для вас деньги – самоцель, то вы их заработаете в итоге, но никогда не сможете разбогатеть по-настоящему. Вы никогда не окажетесь на вершине. Вы никогда не станете легендой и номером один, потому что вы преследуете неправильную цель. Вы можете заставлять себя заниматься чем-то, что вы ненавидите лишь до поры до времени, но потом вы обязательно все бросите. Вам быстро надоест страдать и делать то, что вы не любите. Люди, которые добились успеха, любят каждую деталь своей работы, даже то, что утомительно и нудно. В их глазах все выглядит по-другому. Если вы посмотрите на мой распорядок дня и то, что я делаю для своего канала на YouTube, вы скажете, сколько же тут нудятины и утомительной работы. Никогда не смог бы этим заниматься. Поэтому я в итоге в выигрыше. Если я посмотрю на ваш распорядок дня или его распорядок, или его, или его, я скажу, это какое-то безумие. Поэтому вы должны идти к цели, которой не являются деньги. Придумайте свой девиз. Поймите, что вы любите делать больше всего на свете. Деньги – ваша цель номер два. Простите, в Англии это оскорбительный жест. Деньги – цель номер два. Кто-то из вас, ребят, сказал мне об этом. Деньги – цель номер два. Для вас должно быть что-то гораздо важнее денег. Итак, вот мой список причин, которые мешают вам разбогатеть. Мне очень интересно, что вы думаете о них. Что вам понравилось в этом видео, что вы можете позаимствовать из него и применить в своей жизни и на своем пути к успеху? Может, я упустил пункты 8, 9 и 10, и вы хотите что-то добавить? Оставляйте свои комментарии, я присоединяюсь к вам в обсуждениях. И я хочу сказать спасибо Ужуалу. Надеюсь, я правильно произнес это имя. Огромное тебе спасибо за то, что приобрел мою книгу и сделал этот снимок. Это очень клево и мне очень приятно. Спасибо всем, кто посмотрел эту запись. Я вас верю, и надеюсь, что вы продолжаете верить в себя, каким бы ни был ваш девиз. Я вас обнимаю. Скоро увидимся. До свидания.